Давайте потихонечку начинать. У нас доклад Ильи Зверева, который на самом деле весь прошлый год был в совете OpenStreetMap Foundation. Ну и позапрошлый тоже получается. Основал всемирную премию OpenStreetMap, которые раз в год отмечают за выдающиеся заслуги на State of the Map. И сейчас он нам расскажет про транспорт общения. Всем привет, я Илья. Я Осмер. И последний год я очень плотно занимался общественным транспортом для программы Maps.me. Если вы знаете, что такое Maps.me, если вы видели там метро, то это вот что я делал. Я один из, наверное, трех человек в мире, кто прочитал Вики. Все страницы Вики про общественный транспорт. Их понял, и теперь мне очень сложно смотреть доклады других людей про общественный транспорт. Вот. Сергей молодец, что рисует Минск. Все супер. Как бы нам нужно больше людей, которые рисуют карту. Да, пожалуй, больше ничего не буду говорить. Но его доклад показывает, почему не все здесь готовы приступить к тому, чтобы рисовать транспорт. Вот. Вообще, как вы уже поняли, общественный транспорт – это сложно. Потому что не все даже представляют, насколько это сложно. То есть вы едете в автобусе, видите, там, ну, в Минске, наверное, нет. Вот. Но вообще бывает схема общественного транспорта. Вот. Вы смотрите на схему, и кажется, что, ну, просто это просто какие-то линии с обозначенными маршрутами. Что стоит нарисовать их на карте? Просто взять и нарисовать эти линии и подписать номера. Вот. Потом оказывается, что на нормальной карте все дороги уже обозначены, а автобус идет по этим дорогам. И нарисовать общественный транспорт – это не означает просто нарисовать линии и подписать. Это означает собрать все эти отрезки дорог в какие-то большие объекты, подписать. И все это становится как-то сложно. Вот. Даже более того, общественный транспорт многие считают, что это не столько линии, сколько остановки. Вот. В некоторых моделях, например, GTFS, общественный транспорт – это прежде всего последовательность остановок. Вот. И опять же, кажется, ну, окей, отметить остановку – это вообще не проблема. Нарисовал точку на карте, вот, собрал их последовательность, и все супер. Вот. Потом оказывается, что остановки не так просты. Остановки стоят из нескольких элементов. Например, если взять маршрутное такси, ну, не в Минске, но в других городах небольших или странах третьего мира, то там маршруты вообще не имеют установок. Они просто идут по дорогам, и их можно остановить где угодно. Сесть и также выйти где угодно. Вот. Как рисовать такие маршруты в системе, которая остановка-центрична, вообще непонятно. Вот. Ладно, это можно как-то формализовать. Есть несколько моделей общественного транспорта, есть GTFS, многим знакомый. Есть всякие европейские модели, есть модель Naptan, ну, несколько есть. Вот. Но даже беглого взгляда на них достаточно, чтобы понять, что их недостаточно. Вот. Потому что, скажем, там есть поля для вида общественного транспорта. Какие виды вы знаете? Ну, там автобусы, троллейбусы, трамваи, там поезда, не знаю, самолеты. Вот. Но любой из этих списков, он будет неполный. Да, паромы там. Вот. Да. Вот, например, детская железная дорога. Транспорт или нет? Это не то же самое, что железная дорога. Или вот эта вот фигня. Вот. На самом деле это вымышленная фигня, вот. Но про нее вчера была заметка, что, типа, в Тбилиси пробовали сделать такой экспериментальный троллейбус. Вот. И его никак не классифицируют на самом деле. Вот. То есть рисовать общественный транспорт это сложно, потому что модель общественного транспорта сделать сложно сама по себе, а совместить ее с существующей картой вообще еще сложнее. Но. Вот. Осмер видит что-то, осмер хочет нарисовать это на карте. Осмер не остановить. Вот. И интересно, что поскольку общественный транспорт сложен, разумеется, способы отегирни, они не оставались постоянными там с самоленцами за неосма. Они постоянно менялись. И через изменение тегов, изменение способов обозначения маршрутов на карте можно примерно почувствовать, как изменялся взгляд на карту участников проекта. Вот. То есть через изменение схемы общественного транспорта ОСМ как бы прошел через несколько эпох. Вот. Если начать сначала, то в 2006 году была отмечена на карте первая автобусная остановка. Автобусная остановка – простой объект. Ты видишь автобусную остановку, и супер, ты отмечаешь ее точкой на карте. Вот. Один простой тег, название, и остановка появилась. Вот. Это система тегирования с тегами для автобусных, трамвайных остановок, с тегами для, не знаю, трамвайных путей. И ее сейчас обозначаю как первая версия общественного транспорта. Чем она отличалась? Это была никакая не схема. Нету ПТВ-1, как упоминают в предыдущем докладе. Вот. Нет никакой схемы. Это разрозненный набор способов отмечания объектов. Автобусная остановка – бас-стоп. Трамвайная остановка – трамп-стоп. Вот. Нету страницы, которая сводит все это воедино. Это просто как бы не связанные объекты. Вот. В плане остановок все просто. Это точка. А что делать, если есть какой-то маршрут? Нужно собрать дороги в какое-то отношение, которое собирает элементы OpenStreetMap воедино. И там уже становится все сложно, потому что никто не договорился, как должно выглядеть. Поэтому маршрут в OpenStreetMap выглядит примерно вот так. Так. Это такое месиво из всего, что хотя бы как-то отдаленно относится к маршруту. Все дороги, все остановки, все автобусы туда стесались, там все мусорные корзины. Вот. Но это такая игра, вы знаете, когда нужно катить большой шар по городу, и к нему припряется все, что он видит. Вот. И это очень похоже на модель маршрутов из первой версии общественного транспорта. Вот. Чем хорошо это? Тем, что такие кучи объектов позволяют решить насущную проблему, нарисовать маршрут на карте. Вот. Уже тогда появились специальные слои на OpenStreetMap, которые рисуют линии, подписывают их, обозначают остановки. Вот. Это слой общественного транспорта с сайта OpenStreetMap. Здесь все просто. Подсвечены дороги, подписаны маршруты. Ну, здесь, там нарисованы остановки. Вот здесь остановки более заметны. Тоже один слой общественного транспорта. Вот. Если собрать в маршрут все элементы, которые относятся к… отношения маршрута, все элементы, которые относятся к маршруту, то их можно подсветить на карте и получим схему общественного транспорта. Не важно, что внутри там месила неопорядовывающая, не важно, что есть какие-то разрывы, типа вот этого. Главное, что все красиво выглядит. Вот. И это было примерно как зарождался OpenStreetMap. Главное, чтобы красиво выглядело. Вот. Если заглянуть вовнутрь, то там много ужасных вещей. Я не буду описывать, что это значит. Я к тому, что если бы вы попытались из разрозненного набора объектов написать, описать схему тогдашнего общественного транспорта, то вы бы во всем там запутались и плюнули, и придумали что-то другое. Вот. Если бы вы захотели поправить что-то нарисованное в то время, вот, то вы бы посмотрели на то, что там внутри, и развернулись бы и пошли. Вы бы не хотели отстроить общественный транспорт. Как Сергей заметил, рисовать новое здорово в OpenStreetMap, исправляя, что и существующее, нет. Вот. Три года вперед. Следующая эпоха. В 2009 году Осмеры решили что-то поменять. Вот этот год, прежде всего, известен тем, что появилась система Себастьяна Шварца, известная как СМО, которая вносит некий порядок в обозначение всех элементов, связанных с общественным транспортом. Вот. Она основана на чуть более раннем пропозале вот этом, который основан на европейской модели транспорта. Как я говорил, моделей много. Вот. И это, наверное, самая полная модель. И ФОПТ. Например, она разбивает остановку на три обязательных элемента. Вот это вот все. Вот. И много дополнительных. Там есть мусорная корзина или нет, есть навес или нет. Вот. Она очень крутая. Вот. Этот ранний пропозал квалифицировал элементы. Он никуда не пришел. Вот. И пропозал Оксамо. Он собрал все в единую и относительно непротиворечивую схему. Вот. Это можно не фотографировать, потому что это все устарело и сейчас не используется. Это 2009 год, напоминаю. Вот. То есть внезапно остановки из разрозненного набора объектов Bus Stop, Tramp Stop превратились в упорядоченную инфраструктуру. Точка остановки на дороге, платформа, на которой все останавливаются, группировка всего этого в единый объект. Вот. И примерно то же самое для линий маршрутов. Вот. Кстати, значит, линии маршрутов. Что в той схеме было про них? Там было примерно ничего. То есть Себастин, видимо, так много сил потратил на остановки, да, что на маршруты сил не осталось. Вот. И то, что он там подписал, никто это вообще не читал. Я носил только половину. Вот. Поэтому все внезапно с 2009 по 2011 год люди как-то создали свою схему рисования маршрутов, которая не основана на том, что придумал Себастин, и не основана ни на чем ранним, но при этом была относительно непротиворечивой. Вот. И кульминация, это все кустарное создание схем достигло в 2011 году, когда появился пропозал, паблик транспорт. Вот. Это тот день, когда мы узнали много длинных слов, типа паблик транспорт, там, стоппозишн, все такое, и начали их использовать. То есть, чтобы какая-то схема стала законом, скажем так, правилами OpenStreetMap, ее нужно прогнать через пропозала. Вот. И неожиданно эта схема прошла. И что произошло? То есть, эта схема была похожа на то, что мы уже делали, похожа на вот эту схему. Вот. Но при этом она… Короче, вот то, что здесь написано, не буду пересказывать. Вот. Она была чуть лучше, чем то, что было до этого. Вот. Она формализовала, как рисовать маршруты. То есть, мало кто из тех, кто не рисовал маршруты в Апостребной, понимает, что один маршрут, это на самом деле много маршрутов. Да, как минимум два. То есть, маршрут состоится в направлении. Автобус может ехать, скажем, автобус 4 может ехать из точки А в точку Б по одним дорогам, а из точки Б в точки А по другим дорогам. И останавливается на разных остановках, как минимум с разных сторон дороги. Поэтому у них совершенно разный набор остановок и часто дорог. И поэтому это два разных направления. Короткое упрочнение, супер-редкий случай, он более того может на одной и той остановке остаться два раза. Но один раз одно направо, а второй раз в другом. Да. Идем догадать, что происходит в этот момент. Все так, да. Как я говорил в начале, общественный транспорт тут очень сложно. Вот. И этот проползал наконец-то все упорядочил. Стало понятно, как рисовать платформы, места, где человек ждет автобуса, как рисовать точки остановки, где автобус останавливается, человек к нему заходит, как рисовать направление, какие роли выбирать для членов отношения, как все это должно выглядеть, что складывается в эти отношения, в каком порядке. Вот. И как бы супер. Мы его приняли и можно использовать. Вот. Что эта схема позволила? Наконец-то маршруты, отношения маршрутов не были месивом из всего, что относится. Наконец-то у них появился порядок, последовательность, как автобус едет из точки А, точку Б. Это можно было не только нарисовать, вот, но и отобразить список остановок по порядку и даже немного, понемногу прокладывать маршрут. Вот. Это скриншот из Асманда, который умеет пряжите на остановку, подсвечивать маршруты, которые через него проходят, и для каждого маршрута показывается, как они идут. Вот. Это теперь можно было сделать для всех городов, где нормально отрисован. общественный транспорт. Это позволило какую-то автоматическую обработку, например, построение схем маршрутов для, например, развешивания в автобусах. Вот. Это позволило делать фиды для других приложений, типа того же OpenTrip Planner. Вот. GTFS – стандартный формат. Его употребляет Google, его употребляет Яндекс, его употребляет OpenTrip Planner и все инструменты для обработки общественного транспорта. В некоторых городах, более того, данный OpenStreetMap стали основным источником. Например, в Никарагуа до Осмы не было вообще никакой схемы маршрутов. Там 200 маршрутов, и только местные знают, куда они идут, потому что карт нету, сайтов нету, понятно. Вот это столица Никарагуа. Вот. Пришли Осмеры, прокатились на всех этих маршрутах, нарисовали карту, из карты сделали GTFS, и теперь город появился в Google, по нему можно, по чистым транспорту можно построить маршрут и понять, как проехать. Вот. Это очень круто, и как бы это позволила вот эта схема. Да, если Google еще не возит. Вот. То есть все супер. Одна только проблема с этим, с этой новой схемой, что рисовать новое еще прикольно, вот. А редактировать уже не очень, потому что внезапно в отношениях каждой остановки соответствует целая куча объектов, внезапно у остановок целая куча левых тегов. Это мы еще не говорим про pt2.минск. И вообще все как-то очень страшно становится. И название тегов, извините, но когда нужно писать 30 букв только для того, чтобы обозначить остановку, это ненормально. Вот. Поэтому не все рисуют общественный транспорт. Вот. Я старался долго не рисовать, пока мне в МФСМИ не сказали, что ну давай отлично, теперь делай метро для МФСМИ. Вот. И тут я понял, что придется разбираться в общественном транспорте. Это произошло год назад, и теперь я разбираюсь в общественном транспорте. Лучше бы я этого не делал. Вот. Потому что я начал читать вики. Все страницы связаны с общественным транспортом. И я начал смотреть, что оттуда полезно для метро. То есть если нужно сделать метро в приложении, то нужно как-то все элементы, которые мы видим на схемах метро, развешанных непосредственно в вагонах метро, спроецировать на OpenStreetMap, чтобы было какое-то более-менее соответствие, чтобы было понятно, куда людей везти, как проложить маршруты со станции А в станцию В и так далее. И я изучил, разумеется, вот этот вот принятый пропозал, я изучил способ применения, и оказалось, в них много дыр. То есть, например, в схеме вообще ничего не было про пересадки, что означает, что в мире не была обозначена ни одна пересадка вообще. В схеме отсутствовали остановки. То есть, конечно, в OpenStreetMap они есть, можно их как-то обозначить, но остановки не связаны со станциями. Поэтому если вы берете, например, пересадочную станцию, то там уже непонятно, какая остановка куда ведет. Схема говорила, что главное, нарисовать линии, остановки не нужны. Ну, не обязательно. Соответственно, во многих городах метро было обозначено просто как линии нарисовано. И не было ни одной станции метро. Вот, типа, разбирайтесь сами. Вот. Все это было очень плохо, поэтому я сидел и придумал модель станции метро, и модель, собственно, как правильно рисовать метро, чтобы не сильно отличалась от принятой схемы. Вот. Я пришел к чему-то такому. Это выглядит сложно, но на самом деле это сложный случай, наверное. Вот. И вокруг этого я написал там целый пропозу, улучшение там схемы общественного транспорта, там на основе метро, там что-то фигня-фигня. Вот. Ну, здесь у нас обозначено, как обозначены остановки через группы, обозначено, как связь входов со станциями и все такое. То есть написание, создание модели позволяет использовать. Без модели, без плана вы не можете действовать. У вас есть план, вы можете использовать в приложении. Вот. Дальше всего-то осталось собрать в таблицу весь список всех сетей метро в мире. Сейчас их 195 с количеством станций, количеством линий, там пересадок. Вот. И написать программу, которая качает осом, берет таблицу, все там переваривает, создает структуру, проверяет. И вот у нас появились в удобно читаемом структуре все данные по всем станциям метро. Вот. То есть сейчас их вот примерно столько. То есть если вы откроете приложение Maps.me, у вас в 150 городах мира, то есть почти везде, кроме некоторых городов Китая и Южной Кореи, будет метро. Вот. То есть чтобы… И по сути получилось, что чтобы… Короче, у меня была задача на практике использовать схему общественного транспорта OpenStreetMap. И оказалось, что в каждом городе общественный транспорт нарисован плохо. когда я начал этим работать, у меня было всего три города, в которых более-менее прилично были там нарисованы некоторые линии метро. Вот. Все вот эти 169 сетей – это плот работы почти годовой нескольких участников OpenStreetMap. До этого не было ничего, потому что оказалось, что задача построить маршрут по общественному транспорту, она вообще понятная. Многие приложения это умеют. Google это умеет. Яндекс это умеет. А на основе данных OpenStreetMap это никто не делал. То есть если вам какое-то приложение, библиотека говорит, что мы строим маршруты на основе OpenStreetMap, как OpenTrip Planner, это следует читать, как мы строим маршруты на основе GTFS, которые вы добудете где-то там извне, а пешеходные маршруты между станцией мы будем строить по OpenStreetMap. И это было первой удачной глобальной попыткой построить маршруты вообще по всему миру. Оказалось, что нужно сделать все, потому что общественный транспорт, как бы у нас есть замечательная модель, но, как оказалось, ее никто не использует, поэтому там отсутствуют важные вещи, и все замаплено плохо, но зато у нас есть модель. Пропозвал мой провалился, но это не важно. Потом следующее мне в МВСМИ дали задачу, а давайте теперь рисовать маршруты по трамваям. Вот. Я начал смотреть, как устроены трамваи в OpenStreetMap. Ну, то есть я, конечно, уже знал. Вот. И трамваев значительно больше. Вот. И поскольку трамвай наземный общественный транспорт, то логично как бы сразу заняться там автобусами, троллейбусами и всем подряд. То есть это все примерно одно и то же. Вот. А автобусов их много. В одном только Нью-Йорке автобусных остановок больше, чем станции метро во всем мире. 16 тысяч против 13. Вот. И, соответственно, я начал делать общую схему, общую модель общественного транспорта наземного с учетом правок по метро. Вот. И она, разумеется, немного не похожа на то, что мы приняли в 2011 году. И это начал замечать не только я, но и другие два человека, которые прочитали Вики. Вот. Что в течение последнего полугода высыпалось на странице бложек OpenStreetMap. Вот. Посты про общественный транспорт за последние полугода можно обозначить одним словом. Вот. А все находили какие-то недостатки в них. Вот. Слишком длинное название тегов. Зачем вообще нам знать, где останется автобус на дороге? Это же можно вывести из места, где находится остановка. Зачем добавлять в отношение маршрутов столько много странных объектов? Вот. И вообще оказалось, что то, что мы приняли в 2011 году, оно очень сложно. И это сложно трогать. И сложно править. И вообще как бы причина, почему общественный транспорт никто не правит в том, что схема, которую мы придумываем, они не предназначены для людей. Рисовать общественный транспорт в ОСМИ по нынешней схеме это примерно то, что делать fit.gtfs в notepad в блокноте. Это, конечно, можно, но это все не для людей. Предполагается, что есть какое-то приложение, в котором это все делать значительно проще. В ОСМИ, конечно, нет такого приложения. Вот. Поэтому в этом году скорее всего наступает новая эпоха общественного транспорта OpenStreetMap, которая, если коротко, заключается в возврате к истокам. Вот. К бас-стопам, трем-стопам. Вот. Почему трем-стоп? Потому что есть такой вопрос, где обозначать, где ставить точку трамвайной остановки. Потому что с одной стороны ее привыкли ставить на рельсах, а с другой стороны всем будет лучше, если будут ставить рядом с рельсами. Вот. И это, короче, главный вопрос сейчас в обсуждении общественного транспорта. Ну, новая схема общественного транспорта. Вот. Но суть в том, что мы, ну, то есть как я и еще там несколько человек пытаемся упростить всю эту схему. Сделать третий подход к схеме, чтобы транспорт можно было не только рисовать, не только экспортировать в GTFS, но чтобы его можно было удобно редактировать. Вот. Из любого редактора. Вот. И мы, по сути, перепридумываем все элементы заново. Вот. Ну, я написал модель, там где-то вики она есть. Вот. Я даже написал небольшой валидатор, чтобы посмотреть, как вообще сейчас дела с наземным общественным транспортом в разных городах. Оказалось, что не все понимают, что такое остановка и собирают в остановку вообще все, что одинаково назван и находится в какой-то области. Вот. Использовать это невозможно, потому что в отношении маршрута у вас приходит платформа, вот, типа, трамвай становится на этой платформе. И нужно понять, какой это платформе соответствует точка трамп-стоп. Вот она здесь. Вот. Но поскольку в отношении вот это все, то выбрать правильную довольно сложно. Вот. Ну, это уже такие мелочи. То есть вообще пропозал, то есть новая версия общественного транспорта, она будет просто попроще. Она позволит редактировать все в редакторе ID, которым страшно пользоваться опытным участником. Вот. И она позволит более круто прокладывать маршруты общественного транспорта. Ладно. Собственно, ближе к концу доклада. В чем вообще мораль того, что я сказал? Да, мораль довольно проста. Что, во-первых, схемы тегирования в OpenStreetMap, они не постоянно. Вот. Если вы написали в 2006 году какое-то приложение, которое что-то ожидало от OpenStreetMap, в 2018 году это приложение будет очень удивлено тем, что оно получает. Вот. То есть все схемы тегирования не только общественный транспорт, вообще все. Входы в здания, дороги, административное деление, леса. В общем, все меняется. И про это всегда нужно помнить. То есть как я недавно в своем телеграм-канале написал, что опытный Осмер не тот, кто знает про схемы тегирования, не тот, кто может обработать данные, а тот, кто понимает, что все меняется и закладывает это в своих в своей работе. Сообщество OpenStreetMap будет сопротивляться всему, что вы пытаетесь сделать. Хотите улучшить сайт, оно будет не принимать пол-реквесты. Хотите улучшить схему тегирования, оно будет отвергать ваши пропозалы. Хотите что-то нарисовать, оно будет говорить, иди рисуй сам. То есть сообществом очень сложно работать, но приходится учиться. Вот. Редакторы, карты, это вообще стандарты. В мире много хороших стандартов. Если присмотреться внимательно, окажется, что они написаны не для людей и не отражают реальный мир. А реальный мир, кстати, тоже не очень хороший. Вот. Так что все плохо. Вот. И вторая мораль, что те, кто используют данные, в конце концов определяют, как эти данные создаются в OpenStreetMap. Это отсылка к валидатору общественного транспорта, который я показывал. То есть когда я написал валидатор, когда я написал обработчик общественного транспорта, все внезапно начали рисовать ровно так, чтобы строчка в валидаторе из красного перекрасили в зеленый цвет. То есть это такая, если вы сделаете сайт, в котором есть красные строчки и зеленые строчки, это такая ультимативная власть над всем OpenStreetMap. Вот. Пока что насчет общественного транспорта один. Но в связи с тем, что лучше написать и перессориться с теми, кто написал до вас, чем не писать вообще. Иначе вы просто ничего не сможете поменять. То есть недостаточно просто сказать и иди картирую там каменную горку. Нужно написать сервис, который будет поощрять участников вашего проекта тем, что строчки из красного будут перекрашиваться в зеленый. как бы продвинутые уренты еще давать какие-то виртуальные очки. Вот. То есть если вы умеете что-то делать, то вы можете как-то повлиять на OpenStreetMap. Вот. Это примерно все, что я хотел написать, рассказать. Вчера еще копался в схемах общественного транспорта Минска и нашел вот эту прикольную штуку. Это снимок 1967 года Минска, где еще многого нет. И, соответственно, схема общественного транспорта 1967 года. Вот. И вот я живу в этом районе и здесь, конечно, много поменялось. Очень прикольно это смотреть. Вот. Ну, в целом это примерно все, что я хотел рассказать про общественного транспорта. Спасибо, Илья. И так как это полноценный доклад, у нас есть время на пару вопросов. Буквально. Привет, спасибо за доклад. Можно про третью версию можно пояснить на примере той версии, что сейчас используется в Минске, как ее можно упростить, чтобы мне захотелось редактировать маршруты. не было страшно. Вообще то, что вы делаете, оно более-менее совместимо с третьей версией. То есть вся суть вот этой нового варианта рисования общественного транспорта в том, что оно было все совместимо со всем, что рисовали раньше. Поэтому все будет работать. Другой вопрос. Ты в докладе упоминал, что есть две схемы, которые принимаются одновременно. Ничего такого нет. То есть все эти версии ПТВ1, ПТВ2 это просто удобный способ обозначения. Ты не знаешь, что была раньше одна версия, потом стала вторая. Это совсем не то же самое, что версии в приложениях. Это просто как бы то, как раньше делали, то, как сейчас делаем. То есть схема всегда одна и всегда есть правильный и неправильный способ рисовать общественный транспорт. То есть то, как рисует общественный транспорт, то есть та схема, которую я посмотрел, она не совсем правильная, не потому, что они соответствуют вот этому ПТВ2, ПТВ3, а потому, что там добавляются вещи, которых нет реальности. Но в целом она, скорее всего, работает сейчас и будет работать после того, как мы упростим транспорт. То есть лишние теги, они не ухудшают, как бы, все равно все будет работать. Выключен, да. Алло. Давай. Так, Илья, это я говорил про две версии, я, наверное, плохо, я говорил, я извиняюсь. А, ты говорил. Да, да, ничего страшного. Я, наверное, плохо говорил, неясно. Я и имел в виду то, что первая версия плавно перетекла во вторую, в промежутках была Оксамоа, то есть первая вообще никакая. Поднимите руки, кто понимает, почему остановки помечаются тегом и ключом highway bus stop. Поднимите руку, кто понимает, почему это так. Ну, камон, второй слайд, нет, третий слайд здесь был. Ну, да, я вот, это вопрос на внимательность. Ладно, я объясню. На самом деле, когда создали OpenStreetMap, собирали все, что сделать, маршруты для велосипедов по Великобритании, то есть люди хотели проехать по Великобритании на велосипедах, а карт никаких не было. Они все сами своими гарминами оцифровали и вот. Потом они подумали, слушайте, а давайте мы туда добавим дома, хопа, а давайте мы там будем реки и масты рисовать. И в общем все пришло к 3D и микромаппингу типа скамеечек и мусорок. Кто-то, по-моему, в своем дворе это маппил, нет? Котик.js и все такое. Вот. И я не этого не говорил, то есть я не это говорил, я имел в виду, что все это перетекало и в мире есть полное соответствие, что хотя бы все остановки обязательно указывают тег вот этот highway bus stop и он соответствует тому PTV1, который никогда, да, и не декларировался в прямом виде. Но от него даже следов никаких не осталось. Вот. И второй момент, с которым я кардинально вообще не согласен, сейчас прямо звучит, вот видно, что человек приехал из России, где сажают за репосты, где президент 21 год правит, у нас 24, а там 21, но это совсем по-разному выглядит. Он наш хотя бы не ФСБшник. В общем, смысл такой. Все схемы неправильные, только моя правильная. Она всегда только одна, как так сказал фараон. Нет, ребята, нет никакой правильной. Вот сам же, сам же и сказал. Люди ходят и тегируют, как хотят. Одни в своем городе нарисуют так, эти так. И ты не сможешь их заставить сказать, а вот я придумал правильно. Я согласен с мыслью, третий пункт, я согласен с мыслью, что бритва Акама, не умножайте сущности сверхмеры. Если нету в реальности не обрисован на дороге, не нарисован специальный какой-то пул, что типа вот здесь становится автобус и здесь нельзя, не знаю, знаете, как на трамвайных остановках нарисовано, что машины должны останутся до этой черты, чтобы пропустить людей, которые ходят с тротуара. Вот. То не надо придумать вот этот entrance point, который там каким-то тегом означает, я уже забыл, stop position, stop position, да. Вот. Не надо рисовать абсолютно несуществую в реальности вещи, как точку, соединяющую остановку, линию, соединяющую остановку и эту виртуальную точку. Я вообще, лично я, мое мнение, я вообще согласен с тем, что вообще нужно только остановки, вот честно, только остановки, а в них указать, какие маршруты через них ходят или маршруты задать как отношение этих остановок, а каждый раз сам маршрут, линию не указывать по роуту, а чтобы его строил сам этот ОСРМ или еще что-то, просто из этих наборов, из того, что есть в данный момент. Да, возможно, физически этот автобус разворачивается, только там ему разрешено разворачиваться через двойную сплошную, а будет рисовать, что он ходит там до разворота на Кольцевой, до Клевера через два километра, как там 30, какой-то, сейчас, 144-й автобус и 36-й в Веснянке ходят за город, чтобы там развернуться только. Вот, то есть, это такой пример, то есть, не вижу в этом проблемы, что не будет соответствовать. Да, я ставил бы только остановки. Но четвертый пункт, я с чем поспорю. Вот только что был доклад самый первый про то, что вот у нас тут лесенка получилась в Джуна из-за точек. Все загрустили, ребята, что вы грустите? Фоткайте меня, да? Вот, что получилась лесенка и типа, задают вопрос, зачем вот в Акьюресе такой способ давайте выбрасывайте лишнее. Он говорит, нет, телеметрии много не бывает. Дайте больше телеметрии, богу телеметрии. Дайте точек, да побольше. Я не против того, чтобы я лично в своем городе оттегировал от души все эти остановки в хвост и в гриву с 30-ю этими. И плюс, я сделал удобный пресет, он это делает, он есть там в Джосме. Он реально помогает ничего не запланировать руками. И пускай, я согласен, чтобы он не противоречил какой-то схеме, которая будет принята во всем мире. А эти лишние данные машинно читаемые, вот правильно сказал Илья, что все сделано, делается специально машинно читаемые. Но никому не помешают, неплохо будет, если будет какое-то решение, которое читать. Я не вижу проблем. То есть вот я с докладчиком прямо четыре раза поспорил. Отлично. А доклад классный, спасибо. Давай остановимся на четырех пунктах. Я начну с третьего пункта. Нет, я начну с четвертого, потому что он больше всего меня бесит. Если для рисования чего-то в OpenStreetMap нужен пресет, заготовка, то это плохая схема тагирования. Потому что не все пользуются жестом, далеко не все. Вот. И не все имеют доступ к этому пресету, не все знают. То есть у тебя это работает только потому, что ты единственно рисуешь общественный транспорт в Минске. Зачем ты рассказал тайно? Вот. Теперь к третьему. Насчет того, что достаточно рисовать остановки, а все остальное забить. Это ты прямо описал подход к созданию вот этой новой схемы тагирования общественного транспорта. Когда… ПТВ-3, который, да. То есть мы собрались и решили, что мы слишком много рисуем, слишком много лишних объектов, слишком много лишних тегов. Давайте вернемся к тому, как было раньше. Поставить точку остановки как бы и собрать их в отношения. Вот. Ну, маршрут всегда сдаются отношения, от этого не убежишь. вот. Секунду, я просто объясню, есть дебильнейший вариант на каждой остановке рисовать все проходящие через него автобусы. Да, но он работает только для автобусов. А это работает вообще? Да. Вот. То есть, да, мы постарались, чтобы это было максимально просто, точки остановок, как бы, и собранных отношений, но при этом это можно было использовать автоматически. То есть можно было в программах там навигации. Вот. То есть здесь я как раз с тобой согласен. Чем проще, тем лучше. Так. Прокручиваем назад. Значит. Не, я уже начинаю все забывать, что говорил. Начало, конец-то как-то, начало-то и речья, он задал, середины нет, а конца не одобряя. Да. Напомню. Я с тобой согласен. Схема одна правильная, она моя, это я полностью согласен. Нет, ты сказал, что в мире существует всего одна схема, и так уже есть. Это тогда получается вопрос про местные схемы. То есть есть в OpenStreetBP общая схема, которая для всех, а есть местные, которые в чем-то дополняют их, а в чем-то им иногда даже противоречат. Ну вот. Я не буду это комментировать. Да. Сейчас все так происходит. Вот. То есть задача с этой новой схемы была в том, чтобы не противоречить никаким схемам, которые используются, реально используются в мире. Чтобы он не противоречил ПТВ-2, не противоречил ПТВ-1, там, где это возможно. Вот. Ну, собственно, что я сейчас буду защищать схему, если ее даже здесь никто крым не считал. Это ужасный плагин. Он написан одним из трех людей, которые все читали, но он написан неправильно. Вот. Кстати, мне это по-русски с ней четвертый, который старался. Старался. То есть старался. Ну, ты не все. Хорошо. У нас еще один вопрос из зала. Я все время вот думал, когда я смотрел это ПТ-1, ПТ-2, мне вот кажется, что 99% остановок в мире, они тупые, простые, как грабли. То есть там не нужно ни паблик транспорт, стоп позишн, не соединяющая линия от стоп позишн до павильона и всякая эта фигня. То есть в 99% работает ПТ-1 и почему это не оставить и пускай это остается. А там, где хорошо, вот если у нас есть дружная, где действительно три платформы, на одной платформе троллейбус только выгружает людей, потом там как-то разворачивается, делает там круг радиусом 20 метров и со второй платформы забирает. Окей, используйте там ПТ-2, отдельно рисуйте платформу, стоп позишн только на выгрузку и стоп позишн только на загрузку. Но это будет, это будет там в Германии, там в аэропортах, там, да, там фашисты рисовали эти остановки и у нас дражня и вот там, да, там разворотный, там где там 37-й или какой там в районе студгородка БГУ. Все, как бы, я вообще не вижу в чем проблема. Объединяйте это все в релэйшн и рисуйте, и, ну, но 99, короче, поинт такой, что 99 остановок в мире, они, собственно, они очень тупые, как грабли, то есть там достаточно иметь точку остановки, релэйшн, хорошо, какие там номера, возможно, с их расписаниями, и чтобы туда подходило какой-нибудь хайвэй футвэй или хайвэй пас, и этого прям вообще за глаза для любого навигатора достаточно, и не надо, чтобы они до миллиметра стыковались по точкам и очень ровно между там сопряженными линиями от стоп позишн до павильон скамейка. Весь, ты абсолютно прав, Opus RedBab нужна простота. В мире 2 миллиона обозначенных автобусных остановок и почти все это просто один тэг хайвэй бастоп и, возможно, там название. И поэтому они не соответствуют схеме ПТВ-2, которую мы приняли, где они должны быть обозначены как паблик транспорт, там родной платформ. Никто не будет просто этого вводить, потому что это очень сложно. Нужно понимать, чем остановка отличается от платформы и от стоп позишн и вообще это какая-то хренасень. Вот. Но это не изменяет того, что должна быть с тем, но это не понятно, что… Я вспомнил твой первый вопрос, первую твою претензию, что… Нет, 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 я уже вспомнил, ты меня не остановишь. Про то, что как бы самое минимум, что все остановки обозначены как хайвэй бастоп, так ведь нет, схема ПТВ-2 нам немножко в этом поднасолила, тем, что она переопределила все теги, которые использовались до этого. И поэтому я постоянно натыкаюсь на остановки, которые обозначены как платформ, но без бастоп и трэмстоп. И это очень серьезно мешает вообще обрабатывать. Рендери не рисуете. У нас… У меня небольшой комментарий, наверное, не вопрос, а комментарий. Ну вообще ОСМ это, мы знаем, в Британии родилась, она такая англоцентричная в основном. В чем, собственно, проблема вот с тегированием, я не буду говорить сейчас про паблик транспорт, вообще про тегирование я хочу сказать. Проблема в том, что носители языка, англичане, американцы, они вот воспринимают эти теги на семантическом уровне, то есть они применяют то, вкладывают, они даже не читают вики никогда. Они вот как видят слово «хайвей», да, для британцев «хайвей» это вот ключ, а в штатах «хайвей» это, вы меня извините, это совсем другое понятие, они его вкладывают. Поэтому у них вот на когнитивном уровне возникают большие проблемы в понимании некоторых вопросов. Чем ОСМ в плане вот проще для неанглоязычных товарищей? Потому что мы не смотрим семантику языка, мы пытаемся понять, хотя бы вики просмотреть, что бы это обозначает. Поэтому у нас есть там три способа лес обозначить, четыре способа нарисовать общественный транспорт, потому что каждый ежик под себя начинает, как он это видит, придумывать информацию. если мы будем обозначать, грубо говоря, там, иерархию дорожной сети не моторвей, транк, праймари, секондарь, ряд просто раз, два, три, что от этого поменяется? Ну, фактически в данных ничего не поменяется. У нас как была иерархия, так и останется. Точно так же и с остановками, просто нету стройной системы, которая бы все, вернее, не с остановками, с общественным транспортом, которая бы это все собрала в единую структуру, матрешку, там, или я не знаю, которая вкладывается одно в другое, мы получали целое. Да, у нас есть куски, есть отдельно остановки, есть отдельно маршруты. Кстати, мне очень импонирует вот этот подход, который чем-то наследует ПТ-2, вообще, как бы, к обозначению любых маршрутов. Мы можем обозначать не только маршруты общественного транспорта, мы можем маршруты поездов обозначать, самолеты таким способом обозначать. Все, что угодно, все, что можно описать словом маршрут, мы все можем обозначать движением с точки А в точку Б и обратно. И потом столицы переносят в маршруты. Да. Окей, все. Спасибо большое, очень интересные вопросы у всех, но хотелось бы всех попросить как-нибудь сворачивать. Мы выходим за время чуть-чуть. Спасибо. Ну, собственно, со мной всегда можно задать вопросы через Telegram и через что угодно. Я есть в чатике. Да, я есть в чатике и меня можно просто загуглить. Вот. Так что, буду рад поговорить про общественного транспорта или вообще про OpenStreetMap. Чтобы ты был еще более заметен на тебе зеленую футболочку. Вот. Спасибо. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем, кто досидел до конца. По-моему, получилось очень круто. Спасибо компаниям Джуна и Мабокс за то, что они сделали сегодняшнее событие возможным. Отдельное спасибо команде Space, девочке, мальчике. Ну и увидимся в октябре. Последняя среда, как всегда. До встречи. Присоединяйтесь, кстати, к нашим чатикам ByGIS, ByOSM в Telegram. Спасибо.